Ну что, друзья, только пришел на поле, только пришел, иду к месту, вон там деревья стояла, вон там деревья, и у меня сразу цена пришел. Пока я шел, махал, тут катушка в разные стороны, так, да, да, как видео, крестик, 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 ребята, посмотрите. Ушко на месте, все прикольненько, целый, православный, старинный крестик, ребята, четко, красиво, офигенно. Так сказать, даже очень-очень неплохого начала, ребят, сегодня может быть ветер, ветер, ничего не сделаешь, на камере стоит глушилка, так что, опа, друзья, всем привет, на канале ВПОСЕ КЛАРА СЕРЕГА. Ну что, друзья, начинаем, ходите с металлоскательными, со всякой разной интересной штучки, начинаем, крестик, зашибись, поехали. Вот нашел такой крест, здоровый, посмотрите, какой красивый, православный крест, видно, что был вверх отломанный, отломанный был еще в те времена, потом уже проковыряли дырочку, просверлили, и опять по новой этот крест носили. Ну, вот такая вот красота, ребята, если был бы целый, был бы вообще за счет. Вот такая какая-то монета, ребят, даже не смог разобраться, что такое есть, может уже дома почищу, привожу. Так, монетка, была серебрушка одна, чуть-чуть поломанная, опять крестиночка, уже третья с этого поля. Так, копейка советская, копеечка, маленькая копеечка советская, небольшая. Так, вот это я порил фигнику опять какую-то. Так, пять рейс-феников, посмотрите, какие сохраны на этом поле. Ребята, цинковая монета, пять рейс-феников, и как хорошо сохранилась. Сохраны на этом поле очень-очень бодрые. Так, были еще два баратосика таких вот, сохранчики тоже, вроде как ничего. И вот такая вот пряжка от ремня. Так, ребят, ложка, вот такая вот алюминиевая, выброшу еще с карман положу, и смотрите, вот здесь монета лежит. Так, где только что сигнал у меня проходил, так, подожди, вот она. Опа, 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 и вот здесь в комочке, в комочке что-то лежит. Похоже, что монета, видите-ка она, там вросшись. Опа, сейчас аккуратненько, аккуратненько мы оттуда, опа, и вытащим. Ничего себе, монетка. А монетка у нас советская, ребята, две копейки, все, вижу, двушка просвечивается обычной, две копеечки, чпок, 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 и чпок. Все, продолжаем копать, очень хорошее поле, находки есть. Ходить надо выхаживать, что-то, что-то еще понемножку вылазит. Монета, ребята, монета, один рейс-феник, вот не вижу, стоит свастика фашистская, немецкая, значит, это немцы. Ну, очень логично, раз свастика, значит, немцы. Ребята, хочу в лес немножко зайти. Что-то надоело по полю ходить, надо разнообразие пойду по лесу. Что будет, в лесу, короче, покажу. Друзья, как всегда, хочу порекомендовать вам самый-самый крутой магазин металлоискателей «Антиквар-32». Там самые лучшие цены, самые низкие цены и гарантия качества. Только в «Антиквар-32» самые низкие цены на все модели металлоискателей. Только в «Антиквар-32» вы можете обменять свой старенький металлоискатель на совершенно новый прибор. Переходите по ссылке в описании в магазин «Антиквар-32», выбирайте интересующие вас товары, вводите промокод в поиске кладов и получите самую крутую скидку на покупку. Заполняйте контактные данные, выбирайте способ доставки и нажимайте кнопку «Оформить заказ». В «Антиквар-32» огромный выбор товаров по поисковой тематике. Магазин имеет 7 точек продажи металлоискателей в России. Магазин «Антиквар-32» – самые низкие цены и гарантия качества. Так, первая находка по лесу. Это, ребята, у нас выскочила пуговка, по-моему, немецкая. По-моему, у нас пупырышки. Я так не могу разглядеть, или какая-то гражданская, или немецкая. Короче, фиг его знает. И, по-моему, вон какой-то блиндаж находится. Смотрите, я подхожу сейчас. Подхожу еще ближе-ближе к какой-то позиции. Да, ребята, что траншеи огромные. И позиции видны вдоль траншеи. Сейчас буду здесь прозванивать. Единственное, что я не учел, это что здесь олени кровососки, оказывается, есть. Ну, эти мухи лосины, и на меня они прыгают, начинают меня ползать неприятно. Все, ребята, пуговку забираем. Будем лес исследовать. Вернулся на поле, на поля, и выскочил у меня вот такая вот конинка, ребята. Сразу только зашел на край поля, и сразу конина вылезла. Так полежа прошел, блин, мухи атакуют. Невозможно ходить. Эти олени кровососки, они такие, зараза, от них вообще никакого спасения нет. Блин, такая красивая конина была. Вообще, видно, что посеребренная. Там зацепчики были, они отломались. Ну и что, что отломались? Отломались, отломались, фиг с ними. Ну, наконец-то, наконец-то, ребята, ветер, ветер дует. Блин, слабым и слабым, и главным я ее выцепил. Выцепил, хожу тут уже 10 раз по одному и тому же месту, ребят. 5 копеек должно быть. Должно быть 5 копеек. Ветер, ветер спрячемся. Там солнце, там ветер. О, ребята, сохранщики, сохранщики. 1881 год, 5 копеек, Александр II. Просто замечательная находка. Просто, ребята, офигенно. Посмотрите, какая красота. Выцепил, ребята, выцепил. Сколько здесь хожено-перехожено. А Сережа молодец. По десятому разу, говорю, по одному месту хожу, и есть. Такая находка, ребята, ну я просто очень-очень рад. В таком сохране монеты, ну не каждый день выскакивает. Офигенная пятерочка. Красота, красотища. Вот она, красавица. Ну, ё-моё, ё-моё. Вторая монета подряд, ребята. Вторая монета. 3 копейки. Уж, наверное, точно не золото, да. Так, 3 копейки, 1940-й, опять 40-й год. В тот раз было 40-й, 3 копейки. И в этот раз, только это немножко погнутое. Чуть-чуть, он видно, загнутое, видать, плугом или чем-то. Есть находки, ребята, блин, казалось, биты-перебиты. На самом деле, вообще, я просто в шоке. Реально в шоке. Поменял частоту сейчас здесь на Адеус. Поставил 25-ю частоту. Полезные находки опять. Частоты меняешь, и по-другому работает уже аппарат, по-другому видит. Откройте-тойте, откройте-тойте, откройте-тойте-тойте, откройте-тойте-тойте. Да я почему такой радостный? Уж опять копеек в идеале. Просто в идеале. Ну, ты смотри, пособрал мусор. Какие сигналы, да, слабые? Слабые-слабые на настройках на мусор. Собрал весь мусор, Сережа, и пошли монеты. Видел, что, по-моему, N1. По-моему, просвечивалась N1. Николай I, да, ребята? 1-2 копейки, серебром, 1842 год. 1-2 копейки, сохран, тоже красивый, блин, в этом поле, ребята, очень-очень хорошие сохраны. Просто радует мой глаз. Опа, выскочил мне унитазик, унитазик от маленькой курительной трубки. Верхушечка, закрывашечка, крышечка. Очередная находка, 15 копеек, рамочник, 1955 год. Почему рамочник? Потому что цифра 15 копеек находится в рамке, и среди, среди, среди копателей она называется. Эта монета рамочником. Также рамочники еще бывают десятки, пятналики и двадцалики. Опа, что-то еще монет, ребята. Опа, очпок. Так, друзья, еще одна такая... Куда ты пшикаешь, Сережа, прямо в камеру. Еще одна такая приятненькая находочка. Метальончик. 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 Алюминиевый. О, вот медальон алюминиевый. И, ребята, совсем-совсем подустал. Не буду даже его тут чистить дома. Пройдусь, может быть, что-то еще и будет видно. Алюминиевый сохраняется плохо. Шпок. Очередной, ребята, буратосик. Буратосик какой-то криво напечатанный, но довольно-таки красивый. Портрет тут просматривается хорошо. Так что вот этот братос я вам покажу на камеру. И вижу сзади орла. И все братосы здесь, я заметил, именно польские. Литовских братосов вообще нет. Только-только польские братосы лежат. Вот такая вот, друзья, интересная, необычная пряжка. Очень-очень красивая. Смотрите, она шевелится. То есть она полностью в сохране. Все работает, все двигается. Это поле вообще удивляет. Говорю, что здесь ничего не портится. Просто ничего не портится. Как будто поле консервирует предметы, сохраняет их. Шпок. Так, друзья, по-моему, опять серебруха. Очень на то похоже. Вот она еще в куске земли лежит. Видите, засохшая. Не знаю, как Гоупрошка передает. Хорошо, нехорошо. Давайте сейчас возьму камеру другую и поснимаем вам, чтобы хорошо-хорошо было вам видно. У меня даже не получается одной рукой выломать монету, потому что я боюсь ее сломать. Пытался, пытался. Только двумя руками надо, ребята. Опа, вот она вылезла все. Теперь смотрим на камеру на большую. А, давайте еще почистим немножко. Вот она, серебро полезло. Все хорошо видно. Ну вот, выскочил кусок кошелька. Кошелька где-то примерно 19-20 век начала. Такой вот медный каемка от кошелька. А все монеты из кошелька валяются по всей округе, по всему полю, ребята. Так, друзья, ну давайте именно 96-й сигнал. 96 четко на две стороны бьет. Где-то здесь. Где-то здесь. Вдруг монета. А, ребята, облом. 96-й сигнал. Е-мое. Лажа полная. Я говорю, все бы сигналы, я просто замучился бы на камеру копать. У меня бы тут видео было на 6 часов, если бы я все сигналы показывал. Потому что мусора очень много, сами понимаете. Фундамент распахан, так что один хлам 95%. Ну что, друзья, давайте подведем итог сегодняшнего копа. Посмотрим, что мы там с вами сегодня накопали. Так, друзья, ну вот вы можете лицезреть находки. Сегодня у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать монет. На сегодня все. Вы были на канале в поясе, который с Серегой. Пока.